Это пламенная стена, надвигающаяся на население, которое ничто не может с этим сделать, ни техника, ни люди, никто им не может помочь. И вот этот ужас периодически охватывал. И когда мы работали непосредственно в валке горелого леса, то есть тут моя фантазия разыгрывалась, и я видел эти картины, как горит лес, как мечутся животные, которым некуда деваться. То есть к пониманию сгорела не какая-то опушка леса, а сгорели огромные территории леса. А именно больше 7 миллионов гектаров по всей Якутии оказались под властью стихии. Все лето спецслужбы, волонтеры просто неравнодушно отвоевывали каждый квадратный метр леса. И пока одни бросали все силы на тушение пожаров, другие помогали местным жителям восстановить быт. Почти 100 бравых ребят из молодежки ОНФ со всей страны протянули руку помощи. В их числе и ребята из Ульяновска. Буквально в 300 километров от столицы Якутии в селе Бяскюэль 27 августа команда приступила к работе. От администрации поступило обращение в помощи разбора аварийного моста, который является основой для передвижения всего транспорта поселка. Ну, видно, что мост не пешеходный, для автомобилей. Разбирать его нужно всей командой одновременно. По одному человеку не получится. Работаем плечом к плечу. В данный момент мы разбираем мост, точнее, перил моста. Мы ее сейчас обронили на реку, разберем и в дальнейшем, возможно, из этой же древесины построим новый, более крепкий, хороший мост. Пока товарищи заняты реконструкцией аварийного моста, наши ребята с соратниками по команде оказывали адресную помощь. Село небольшое, всего чуть больше 700 человек. Однако последствия пожаров отразились на каждом доме. Так называемый рабочий день начинался с 8 утра. Дальше – по домовой обход. Но сперва – знакомство с местными. Кто-то может помочь? Тут все в порядке. Все в порядке? Ага. Сильный характер якутов оказалось не так просто обуздать. Народ здесь свободолюбивый и горячий. Трудностями их не напугать. И все же ульяновские парни смогли растопить сердца местных жителей. Много семей пострадали из-за пожара. То есть у них там сгорели бани, сгорел забор, сгорели дома отчасти. И мы занимались восстановлением этих домов. Каким образом? Мы срубали выгоревший лес, из него мы делали бревна и, например, ставили из этих бревен забор. И так почти две недели. День уходил на оказание всесторонней посильной помощи. А вот вечер – время уютных посиделок у костра, игры на гитаре, обмен впечатлениями. В лагере, где жили ребята, сухой закон. Особо не разгуляешься. Если сгущенка, то только в честь дня рождения. Если печенье, то на всех в равной доле. Делиться приходилось и теплом. За его наличие в ночное время отвечала старая добрая буржуйка. Вот только если крепким парням ее растопить труда не составит, то у девушек это получалось уже сложнее. Мы жили в палаточном городке. Палаточный городок для меня ассоциация – это со школьными турслетами. Правда, условия были прямо, что ни на есть, самые реальные. То есть это якутский резкоконтинентальный климат. То есть это днем может быть жара, а ночью может быть минус. И вот это вот обязательное соблюдение топки и буржуйки индивидуальные в каждой палатке, которая была. То есть само по себе это как воспоминания из школьных турслетов. В памяти Рамилья – это уже не первая поездка на место ЧП. Незадолго до Якутии он побывал на Ямале, в Арктике. Там вместе с товарищами парню удалось убрать больше 65 тонн металлолома. В то же время у Афксентия еще все впереди. Парню всего 19. Несмотря на возраст, он открыт к приключениям. И пусть в ближайшее время новых командировок не предвидится, настрой у парней известный и в огонь, и в воду.